Депутаты принимают закон, и они вправе знать, чем сулит принятие или не принятие этого закона. Если бы эта работа была проведена, то возможно сегодняшнего комитета бы не было. Тяжелая артиллерия в лице опытного единоросса начала атаку на молодого вице-губернатора. Руслану Губайдулину пришлось оправдываться. Я не профессионал в этом области, я не стесняюсь этого говорить. Я считаю, что принятие закона это не для нас с вами, а для наших с вами детей и внуков. На повестке дня вновь вопрос о капитальных ремонтах. Его принятие увеличит липчанам на несколько сотен рублей суммы в квитанциях и уменьшит популярность политических партий. Понятно, что жители такую сумму просто не потянут. Поэтому мы, естественно, прогнозируем неплатежи по данному законопроекту. Справедливо-россы, коммунисты и ЛДПРовцы по-прежнему выступают единым блоком против принятия закона. Их не останавливают запугивания чиновников, которые страшат тем, что регион может лишиться двух миллиардов на переселении из аварийных домов. И если мы сегодня не исполняем эти условия, то, естественно, вот этой поддержки мы лишаемся. Я вообще, честно говоря, с трудом понимаю, почему нас пытаются каким-то образом шантажировать или напугать какими-то миллиардами, которые мы якобы не получим от принятия, в случае не принятия этого закона. В закон уже внесли поправки. Облегчили путь тем, кто хочет копить только на ремонт своего дома. Планируют утверждать кандидатуру руководителя фонда капремонта. Появится попечительский совет, но даже после этого депутаты сомневаются в прозрачности затеи. Мы воздержались, потому что нам непонятно, кто будет управлять этим, не будут ли разворованы деньги. Мы должны сначала с этим разобраться. На прошлой сессии депутаты прокатили спорный закон, не хватило одного голоса. Против голосовали в том числе и единорусы. Последним уже разъяснили политику партии. Те депутаты, которые воздержались среди единороссов, их было два депутата, но в процессе разъяснительной работы они вникли в этот закон. И сегодня, я думаю, что никаких вопросов не будет. Единая фракция, Единая Россия проголосует полностью за этот закон. Закон о капитальных ремонтах легко пройдет через областной парламент, если в Единой России наладят партийную дисциплину. Голоса представителей других партий их не перевесят. Татьяна Ермишина, Юрий Талдыкин, ТВК Новости. Субтитры создавал DimaTorzok